Противогазы и убежища. С ними у большинства россиян до сих пор ассоциируется гражданская оборона. И того и другого в службе действительно хватает, но этим не ограничивается. Все дело в том, что самостоятельной структурой ГО в нашей стране стало во время Карибского кризиса, когда угроза ядерной войны многим казалась неизбежной. С годами в компетенцию ГО постепенно вошли природные и техногенные угрозы мирного времени. В МЧС поясняют, гражданская оборона это не столько организация, сколько система мер. Проводится целый комплекс мероприятий от оценки рисков, которые могут возникнуть на территории, ну, например, конкретно нашего субъекта, потом разработки утверждения планов, проверки этих планов в ходе учений и тренировок, различных мероприятий оперативной подготовки, до реализации, в частности, на ликвидации каких-либо чрезвычайных ситуаций. Военный инженер и ветеран-афганец Александр Берлов на гражданке смог найти себя именно в гражданской обороне. Когда я пришел в главное управление МЧС, в отдел инженерно-технических мероприятий, мне было довольно-таки легко вписаться в эту систему. Инженерно-технические мероприятия, они подразумевают под собой целый комплекс вопросов гражданской обороны, начиная от устойчивого функционирования экономики области и заканчивая мероприятиями по восстановлению поврежденных систем жизнеобеспечения населения. Это электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение. Из природных бедствий самым характерным для нашей области является бурный паводок. Именно к нему каждый год старательно готовятся службы ГО районов и муниципалитетов Орловщины. В поселок Залевич у нас подставлению подвергается 7 улиц. Самая худшая складывающая обстановка, это при повышении уровня воды 6-7 метров. Еще с советских времен гражданская оборона в нашей стране носит поистине всенародный характер. Причастных к ней людей благодаря всеобщей системе обучения и подсчитать это невозможно. Все руководители организации, все, являются руководителями гражданской обороны. Поэтому есть те силы, которые будут реагировать, ну а мы все, в принципе, граждане обязаны друг другу оказывать помощь при возникновении каких-то нештатных ситуаций. Иван Суверин, телеканал Первый областной.